Сити Коммерцбанк – один из лопнувших украинских банков, который насчитывал около 100 отделений по всей Украине и обслуживал почти 35 тысяч клиентов. Харьковчанка Светлана Балык была начальницей одного из местных отделений. Рассказывает, что вкладчики доверяли банку, открывая в нем по нескольку счетов. Но уже весной 2014 года начались проблемы. Я считаю, что банк был неплохим. Он открывал красивые брендированные отделения. Плюс еще название самого банка располагало к какому-то доверию. Хорошее обслуживание, тому тоже уделялось большое внимание именно обслуживанию клиентов. Клиенты были. Долго нам рассказывали, что будет новый инвестор, будет еще какое-то покращение життя уже сегодня в кавычках. Но так ничего и не произошло. Ввели временную администрацию в конце ноября. Сейчас, слава тебе Господи, уже подходит третий месяц. Но ВОЗ он и не там, ничего никому не известно. По закону фонд гарантирования вкладов должен вернуть до 200 тысяч гривен каждому вкладчику. И не важно, сколько депозитов открыто на одного человека. Но в январе текущего года некоторые клиенты сети Коммерцбанка получили странные письма от уполномоченного лица фонда, господина Рязанцева, в которых их договоры со ссылкой на статью 37 закона Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц признаны никчемными, а значит, рассчитывать на компенсацию они не могут. И даже угрожали обвиняя в мошенничестве. В письмах был указан телефон, по которому можно было с большим трудом связаться с оператором, который настоятельно рекомендовал вернуть оригиналы договоров в Центральный офис банка. А на вопрос, где делись те оригиналы, которые в обязательном порядке должны находиться в архивах банка, плюс есть еще электронная копия, отвечал, что он не владеет такой информацией и не может это прокомментировать. Возмущенные подобными письмами и действиями временного администратора вкладчики начали атаковать фонд гарантирования вкладов. Руководитель инициативной группы в Киеве Татьяна Дрюк по телефону рассказала новостям ОТН о том, чего они добились. Когда вся Украина получила эти письма, мы объединились, начали подниматься, писать жалобы фонд, генскаккуратуру, Миндюс. Кстати, Министерство и Системы уже даже пришел ответ о том, что они начали заниматься его неправомерными действиями. Когда мы обратились в фонд, фонд нас выслушал, делал прием. Мы две недели организовывались, чтобы нас было много. Потом пошли на первый прием в фонд. Первый прием в фонд они сделали круглые глаза, что они не знают о письмах ничего. Приняли наши жалобы в Таргии, отправили на следующий день в банк рабочую группу, которая занималась работой. Проверяла работу в новоженной особой. На данный момент уполномоченное лицо в сетикомерце поменяли. Там работает новый временный администратор. Татьяна говорит, письма с угрозами фонд рассылал в основном тем клиентам, вклады которых были разбиты на части, чтобы подстраховаться. Пользуясь внутренним распоряжением, 26 июня 2014 года временной администрацией сети коммерцбанка было издано постановление, содержащее пункт о запрете передавать в обеспечение третьим лицам имущество и активы банка без согласования НБУ. Но, как уверяют вкладчики, данное постановление являлось банковской тайной, и они просто не знали о его существовании. А то, что вклады можно разбивать, и в этом нет ничего противозаконного, говорят и юристы, и экономисты. Право клиента распоряжаться своими средствами закреплено в Конституции Украины. Не только своими средствами, но всем своим имуществом. Это первый момент. Второй момент. В Гражданском кодексе Украины, статья 10.63, четко предусмотрена возможность открытия вкладов на третью особу. Такая же инструкция есть НБУ, 492, про открытие и ведение закрытия счетов, в которой четко регламентирован порядок открытия счетов на третье лицо и переход права собственности. Если вы добропорядочный гражданин, приходили в банк, положили туда собственные деньги, не вступали ни в какие сговоры, ни с какими лицами в банке, вы способны, и я считаю, это абсолютно достижимая цель, донести в суде, что вы не нарушали никаких норм законодательства, и вы имеете полное право получить гарантированное вам государством возмещение в размере до 200 тысяч гривен. Обманутых вкладчиков просто вынуждают обращаться в суды. Подобные маневры с выплатами, предполагает Андрей Чумаченко, позволяют заподозрить, что фонду просто не хватает средств на выплаты всем вкладчикам проблемных банков, и они тянут время. 27 января на сайте фонда гарантирования появилась официальная информация, где они дали свою трактовку определения никчемных вкладов. Речь идет о том, что правом признания договоров банковского вклада или счета никчемными уполномоченное лицо фонда пользуется только в том случае, если вкладчики разбивают вклады в сумме больше 200 тысяч гривен или счета открываются с нарушением законодательства. Но, по мнению Чумаченко, эту позицию также можно оспорить в суде. Виталий Чумачок, один из клиентов сети коммерцев, в суд пока обращаться не собирается, но уверен, такие качели с фондом гарантирования вкладов приведут лишь к тому, что украинцы окончательно разуверятся в гарантиях государства и перестанут доверять банкам вообще. Вы же видите, какая ситуация у нас сейчас в стране. С времен того правительства ничего не поменялось. Соответственно, как были какие-то схемы зарабатывания, так они и остались. Банки, по сути, работают как МММ. Никакой ответственности никто не несет. ни руководства, ни, скажем так, владельцы банков, ни наглядового рада и так дальше. Никто не несет из высшего руководства банковского никакой ответственности. Соответственно, этим все пользуются и воруют, деньги зарабатывают и так дальше. 30 января на сайте фонда гарантирования вкладов появилась информация о том, что вкладчики сети Коммерцбанка, включая и те, кто заключил договора до 27 июня 2014 года, могут рассчитывать и на выплаты фонда. Однако это пока только обещание. Даты начала выплат так до сих пор никто и не знает. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, Александр Проценко, Агентство телевидения новости. Продолжение следует...